Хотели полететь в Перм и Симферополь, сразу две жительницы Нефтьюганска оказались жертвами поддельных сайтов по продаже авиабилетов. Потеряли более 100 тысяч рублей и остались без поездки. Хочу обратить внимание жителей Нефтьюганска о том, что самое безопасное приобретать авиабилеты, ЖД-билеты именно в кассах, которые официально расположены и занимаются этими. Но если приобретаете на сайтах, то необходимо убедиться, когда данный сайт был создан, какие имеются комментарии. Еще две поездки сорвались при использовании сайта для поиска попутчиков. С сайта Блаблакар граждане заказывают поездку. Получается, лицо, которое откликнуто, предоставит ему услугу о перевозке, она скидывает ему ссылку для перевода денежных средств. Но данная ссылка получается подставной. Денежные средства уходят, человек никуда не уезжает и реальным водителем он не состыковывается. А вот еще один новый случай, который поможет горожанам извлечь урок. Женщина попыталась продать сапоги через сайт бесплатных объявлений. С ней связался человек, вроде бы как представился покупателем, предоставил ей ссылки, куда перевести денежные средства для получения, чтобы она получила данные деньги. Она ввела все реквизиты своих банковских карт. Получается, денежные средства после этого были сняты мошенниками. В случае вроде обычной женщина обратилась в банк для перевыпуска карты, однако расчетный счет остался прежним. И через некоторое время мошенники, имея доступ к данным, снова сняли со счета крупную сумму. Полицейские рекомендуют жертвам мошенников, обновляя карту, сменить и счет. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».